Здравствуйте! В эфире программа «Личный вклад». Расскажем вам о городских событиях и важных решениях, которые приняли депутаты Думы города. С вами Алла Михайлева, сегодня в выпуске. 28 объектов из карты развития Югры будут реализованы в Нефтьюганске. 8 из них уже завершены. Живая изгородь. 160 саженцев акации украсили 15-й микрорайон. В Питере есть Невский, Шпиль Адмиралтейский, а у нас есть скважина Р-63. Нефтьюганск накануне своего 56-летия. На днях наш Нефтьюганск отметит день своего рождения. Еще в июне 1961 года на берегу Юганской Аби отряд геологоразведчиков и бригада плотников заложили первую улицу. Так родился рабочий поселок Нефтьюганск, который через несколько лет стал городом. Летописи югорских городов схожи. Импульс их развитию придала большая нефть. Но в судьбе каждого из них есть особенности, которые появились благодаря жителям. Нефтьюганцы гордятся своими легендарными земляками. Это Фарман Салманов, Александр Филимонов, Николай Москаленко, Евгений Петропавловский и многие другие. Благодаря трудолюбивым рукам геологов, нефтяников, строителей, среди тайги и болот появились уютные жилые микрорайоны с необходимой инфраструктурой. Сегодня Нефтьюганск развивается с опорой на инициативы и мнения людей. Их участие в общегородских проектах – один из главных принципов формирования комфортной городской среды. Будущее Нефтьюганска, прочный фундамент которому заложили поколения первопроходцев и ветеранов, находится в надежных руках. Свои поздравления городу и его жителям записали представители команды Югры, депутаты Думы 7-го созыва. С праздником, любимый Нефтьюганск! Города столичные, промышленно-фабричные, достопримечательности, успевай смотри. В Питере есть Невский и Шпиль Адмиралтейский, а у нас есть скважина Р-63. С самолета – вот он, на семи болотах, на семи накатах и семи ветрах. Поднимаясь вместе в лозунгах из песней «Город молодой мой, наш Нефтьюганск!» Вот из этой скважины потекла однажды в сентябре далеком Черная река. Начинал историю с маленькой фактории. Город наш 100-тысячный, гусь небалыка. С самолета – вот он, на семи болотах, на семи накатах и семи ветрах. Поднимались вместе в лозунгах из песней «Город молодой мой, наш Нефтьюганск!» Не щелкали семечки, торопили времечко, верили, душистый, зацветет табак. Молодые вечером назначают встречи там. Адресок известный у входа в Сибиряк. С самолета – вот он, на семи болотах, на семи накатах и семи ветрах. Поднимались вместе в лозунгах из песни «Город молодой мой, наш Нефтьюганск!» Города столичные, промышленно-фабричные. Только в нашей местности чуточку не так. Есть в Москве – Таганка, в Одессе – Молдаванка, а у нас в Юганка – берег до пятак. С самолета – вот он, на семи болотах, на семи накатах и семи ветрах. Поднимались вместе в лозунгах из песни «Город молодой мой, наш Нефтьюганск!» С днем рождения, любимый город! К другим темам. Большой отчет о реализации мероприятий «Карты развития Югры» заслушали на очередном собрании фракции «Единая Россия». Также представители команды «Югры» обсудили исполнение национальных проектов в городе. Подробности далее. В народную программу «Единороссов» входит не только строительство и ремонт муниципальных объектов, но и расселение жителей из ветхого жилья, и ликвидация стихийных свалок и многие другие вопросы. На заседании фракции руководители структурных подразделений администрации рассказали о ходе проводимых работ по разным направлениям. В карте развития 28 объектов. Восемь из них уже завершены. Это благоустройство 13 микрорайона, возле 63-го дома, также пам-трек. На текущий момент работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме. Кроме этого, пять участков дорог. Это такие, как проезды 6П, улица Оржаново, улица Парковая, улица Романа Кузоваткина и улица Набережная. На текущий момент работы выполнены в полном объеме. Идет приемка документов. Благодаря карте развития в перспективе в Нефтьюганске появится многофункциональный спортивный комплекс на набережной, средняя и общеобразовательная школа в 17 микрорайоне, детские сады в 5 и 16 микрорайонах, а также специальная коррекционная школа-интернат. Заказчикам выступает управление капитально-строительство автоматического автономного округа. Они летом в июне месяце переизбрали подрядчика, и строительство возобновилось. В настоящий момент уже ведутся работы выше нуля, а строительная готовность объекта 18%. Как было запланировано, на фильтровальной станции в срок завершены строительно-монтажные работы. Теперь специалисты приступили к пусконаладочным. Нужно настроить систему пожарной сигнализации, автоматизации технологического оборудования, провести засыпку фильтрующих материалов, монтаж трубопроводов и модулей фильтрации. Строительно-монтажные работы по контракту завершены 30 сентября. Далее мы выходим в октябре на пусконаладочные работы. Генеральный подрядчик у нас общества с ограниченной ответственностью, а там стройпроект. Работы ведут в соответствии с контрактом от 20 декабря 2021 года. Фактическая строительная готовность 90%. Ликвидация несанкционированных свалок входит в национальный проект «Экология». Работа по нему идет по плану, свой вклад в санитарную очистку территорий. Регулярно вносят также трудовые коллективы и неравнодушные жители. В рамках первого оригинального проекта заключен муниципальный контракт реклитивации земельного участка, на котором использована свалка твердых бытовых отходов на 8-м километре автодороги нефтеюганцев. В текущем году принять работу по 15-16 этапам. Вопрос о расселении горожан из ветхого жилья по-прежнему на контроле команды Югры. До конца года своей очереди ждут чуть больше 2000 нефтеюганцев. Для них планируется приобрести 521 жилое помещение. На данный момент 460 квартир уже закуплены. Денежные средства, выделенные окружным бюджетом в виде субсидий, до конца года планируется освоить в полном объеме. На неделе в зону СВО из Нефтеюганска отправилась очередная группа контрактников. Кроме ранее установленных выплат, они смогут получить дополнительные 150 тысяч рублей из бюджета города. Соответствующие решения на сентябрьском заседании приняли депутаты. Красное платье и сердце женщины. Акция с красивым названием продолжает свою работу. Она направлена на членов семей и участников специальной военной операции. Основная цель – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Организаторами вновь стали представители команды Югры, члены общественного совета и активисты женского движения «Единой России». У многих забота о своем здоровье часто откладывается в дальний ящик. То времени нет, то удобной записи. Темы хороши подобные акции. Шанс позаботиться о себе здесь и сейчас. В целом женское движение «Единой России» этим и занимается. То есть решение вопросов и помощь женщинам в различных сферах. Поэтому сегодня организовано такое мероприятие. Сегодня будет 50 женщин, которые записались на сегодняшний день. Впервые акция прошла в июне этого года в Сургуте. Окружной и кардиологический центр тогда посетили 30 родственниц нефтеюганских бойцов. Теперь красное платье решили повторить, но уже своими силами. Сегодня в рамках месячника по кардиологии у нас работают врачи, терапевты. Измеряют давление, проверяют кровь на сахар, проверяют кровь на холестерин. Определяют предрасположенность к сердечным заболеваниям. И по итогам общения с врачом, если в этом есть необходимость, направляют на льготную запись к кардиологу и на диспансеризацию. То есть так называемое расширенное обследование для поддержки здоровья. Сегодня там все проверили. И дыхание проверили, и кровь, и вес. Здесь врачи очень внимательны. Вот сейчас так вообще обо всем расспросили, как на приеме побывал. Попутно участницам акции помогли решить давнюю проблему многих пожилых. Вопрос с электронной записью на прием к медикам. Чтобы записаться к врачу, сейчас можно обратиться к старшей сестре в медрегистратуру. Потому что есть люди, старые бабушки, дедушки, у которых нет телефонов таких современных. У них кнопочки, они плохо слышат, плохо видят. На таких мероприятиях у людей есть возможность задать свои вопросы не только медицинским работникам, но и присутствующим депутатам. В другие дни с ними всегда можно связаться через приемную партии «Единая Россия» по телефону 510-393. Уже следующей весной 15-й микрорайон станет зеленее. Вдоль улицы Нефтяников завершились работы по реализации муниципального контракта. С инициативой о высадке живой изгороди из Акации выступал депутат Ильшат Гумеров. И вот более 160 кустов ждут весны. Подробности в сюжете. Идея озеленить 15-й микрорайон пришла Ильшат Гумерово еще в начале года. Планируемая изгородь должна была протянуться вдоль улицы Нефтяников и отделить жилую зону от проезжей части. В департаменте ЖКХ идею поддержали. С департаментом детально был проработан каждый деталь, каждый вопрос. На сегодняшний день более 160 саженцев Акации посажены. Муниципальный контракт, можно сказать, уже реализован. Для изгороди уже не впервые выбрали Акацию. В сравнении с другими видами кустарников она значительно выигрывает. Акации, во-первых, приживаются хорошо. Во-вторых, можно придать разные формы, не капризные, так скажем. И хорошо показали в нашем городе себя, вот если взять возле зеленого берега, возле жемчужины югры, они довольно-таки создают красивый, уютный вид. Саженцы высадили неделю назад. За день подрядчик укоренил более 160 кустов. Полюбоваться на новую зеленую изгородь жители смогут уже в следующем году. Обещают, что каждое дерево вырастет до двух метров, а то и выше. Я с большой процентом уверенности могу сказать, что они приживутся, так как, еще раз говорю, с питомников они привезены. Данную работу я буду продолжать и далее прорабатывать с администрацией города. На сегодняшний день есть уже обращение от моих избирателей 17-го микрорайона, именно касательно проведения такого вида работ. Поэтому эта работа и далее будет продолжена. Живая изгородь уже привлекла повышенное внимание. В день высадки недобросовестные жители украли два куста. Во избежание подобных случаев сейчас на саженце направлена работающая камера. И в случае повторения злоумышленнику грозит крупный штраф. Зеленее в прямом смысле недавно стало и в первом микрорайоне. Там высадили 30 пушистых елей. А в девятом весной красивым цветом зацветет спирея бумальда. О ней расскажем в следующем выпуске программы. В Думе города сообщили, что в будущем году депутаты планируют ходатайствовать о высадке живой изгороди и в других микрорайонах. В театре куколы-актера «Волшебная флейта» прошел показ спектакля «Снежные человечки» для детей из семей мобилизованных. В игровой форме ребята узнали, что такое добро, дружба и сопереживание. Праздник состоялся при поддержке депутата Думы города Елены Власовой. Показ спектакля самым юным зрителям приурочили ко дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. Это такой способ объединения и поддержки наших семей, мобилизованных и контрактников, которые ушли на СВО. Конечно, для детей это радостно, это программа, это хорошее настроение. И мамам спокойно, что детки заняты и получают хорошее настроение. Малышам показали сказку «Снежные человечки». Это трогательная история о двух снеговиках. Они начинают свое сказочное путешествие с целью узнать, что такое солнышко. Вместе с ними отправляются и ребята. «Белочка, посмотри, сколько мы грибочков для тебя собрали. Ну-ка, 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 ой, ого, сколько много, сколько много? Это все вы собрали?» «Да». «Спасибо, спасибо, ребята». Гости всегда рады таким праздником, причем положительные эмоции не только у детей, но и у взрослых. Чувствовать поддержку семьям наших воинов важно и нужно. «Мы со школы еще ходили уже на взрослые представления, на дискотеки. А сейчас вот детские спектакли есть. Мне нравится, что можно ходить с семьей, с детками. И детям интересно, и взрослым есть, что можно провести с детьми время. По-моему, здесь спектакли для малышей идут каждые выходные». Актеры «Волшебной флейты» всегда рады зрителям. Они приглашают всех желающих на свои спектакли в новом театральном сезоне. И напоминают, что билеты доступны также по пушкинским картам. Начало октября было богато на праздники. 5-го числа народные избранники поздравляли учителей, а в первый октябрьский день – пожилых людей. Мероприятие, как и всегда, прошло тепло и ярко. Творческие коллективы «Нефтеюганска» выступили на сцене с душевной программой – от песен и плясок до игры на музыкальных инструментах. Какой вы номер сегодня готовите? Мы танцуем номер «Развремя и плясовая» с мальчиками. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, спокойствия, тепла, заботы и любви близких людей. Всем вам благополучно. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы ваши близкие вас радовали и были рядом. И разрешите поблагодарить вас за ваш бесценный опыт, труд на благо нашего города, региона и Родины в целом. Собравшиеся тепло принимают слова поздравлений в честь своего праздника. Как всегда, со сцены звучат мысли о нерушимой связи поколений, о трудолюбии и безоговорочной преданности первопроходцев своей земле, малой Родине. Огромный багаж знаний, который имеется за плечами этих людей, они с радостью передают молодому поколению. Также депутаты поздравили с праздником сотрудников Центра занятости. Учреждение отметило свое 30-летие, а школа номер 8 открыла свои двери первым ученикам 40 лет назад. Подробнее об этих событиях расскажем в следующем выпуске. Общественная приемная партия «Единая Россия» продолжает оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам. На недавний прием обратилась жительница города с вопросом о возможности присвоения ей звания ветеран труда. Профессиональные юристы разъяснили ей все нюансы. Подробно рассказали о процедуре присвоения данного статуса и необходимых для этого документах. Обратиться за консультацией и записаться на прием в местную приемную партии можно по телефону 20-13-16. Также можно записаться и к народным избранникам. Телефоны 510-393 и 220-504. Информацию о том, кто депутат на вашем избирательном округе, можно найти на официальном сайте администрации и Думы города. Избирательный округ номер 4. Депутат Дудич Александр Иванович. В границах округа весь третий микрорайон и часть домов шестого микрорайона. Депутат Власова Елена Георгиевна. Избирательный округ номер 5. В округ входят часть домов пятого и шестого микрорайонов. Депутат по избирательному округу номер 6. Минигулов Марат Мунирович. Председатель Думы. В границах округа все дома седьмого микрорайона. На сегодня это вся информация. Вы смотрели программу «Личный вклад». С вами была Алла Михалева. Хорошего вам настроения и с наступающим днем рождения Нефтьюганска. Давайте вместе сделаем его лучше. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok